Больше 3000 золотых слитков приобрели казахстанцы в банках и обменных пунктах в октябре. Их вес превышает 125 килограммов. Слитки представлены в пяти разновидностях. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется 10-граммовый экземпляр. Золото считается надежным инструментом для инвестиций. Не привязано к экономике, защищено от кризисов и инфляции. Главный фактор обеспечения ликвидности по действующей в Казахстане программе – это возможность обратного выкупа слитком банками и обменниками. Деньги выплачиваются день в день. Российские ученые создали антибактериальных хлопок. Наноматериал уже прошел целый ряд исследований показал свою эффективность. Наночастицы справляются с бактериями, грибками и другими простейшими. При этом они совершенно безвредны для человека. Чтобы проверить эффективность полученных тканей, им даже устроили тур во Вьетнам. В таком влажном и очень жарком климате микроорганизмы размножаются гораздо быстрее. Потенциал у разработки огромный, считают ученые. Такая ткань может стать основой для медицинского текстиля. Это постельное белье для больниц, халата для персонала, медицинские маски и другие изделия. Также защитное покрытие можно наносить на повседневную одежду. В тропическом климате вещи чаще отсыревают и приходят в негодность, а значит потенциальный рынок сбыта уже есть. Прежде всего, конечно же, мы идем от заказчика. Только работы, которые имеют реальное практическое применение, реального заказчика, они и получают дальнейшее развитие. Парламент Ирана большинством голосов одобрил присоединение страны к Шанхайской организации сотрудничества. Документ на рассмотрение внес президент Эбрахим Рейси. Таким образом, ШОС теперь включает в себя девять государств. В скором времени к объединению присоединится и Беларусь. Решение об этом было принято на последнем саммите организации в Самарканде. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Шанхайская организация сотрудничества создавалась и работает не с целью дружить против кого-то, а для выгоды стран, которые в нее входят. Представитель Кремля также заявил, что ШОС не является противовесом большой семерки, как теперь говорят на Западе. Венгерские профсоюзы учителей обратились с петицией в Министерство внутренних дел, требуя срочных реформ и повышения заработной платы. Педагоги, родители и ученики уже несколько месяцев проводят акции протеста, результатом которых стал лишь закон, ограничивающий право учителей на забастовку. После подачи петиции тысячи людей направились к зданию парламента. Правительство Орбана закрыло Автономное министерство образования, сделал это частью Министерства внутренних дел и централизовало систему образования. Зарплата венгерских учителей самая низкая в Европе. Правительство Венгрии сообщает, что может повысить выплаты педагогам за счет средств Евросоюза, которые в настоящий момент заблокированы из-за разногласий с Еврокомиссией по поводу верховенства закона в стране. Дефицит платины может возникнуть в 2023 году. Об этом сообщает Риттер, ссылаясь на прогноз Всемирного совета по инвестициям. Эксперты ожидают увеличение спроса на металл на 19% почти до 8 миллионов функций. Это станет максимум с 2020 года. Из-за перебоев с электроэнергией и техническими работами на платино-содержащих предприятиях в Южной Америке, крупнейшим производителям этого металла предложение на рынке будет ограниченным, считают во Всемирном совете. В то же время спрос на платину подстегивает автомобильную отрасль. Чтобы сэкономить, производителя заменяют ею палладий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова